С нами на связи Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте! Здравствуйте! Да, приветствую вас! Как прокомментируете эти данные, что у Путина вроде бы как наблюдается помутнение сознания? Мне кажется, давно уже наблюдается. Какой мы из этого сделаем вывод? Но вопрос в прямом смысле или в переносном у него. То есть то, что он делает, это да, но состояние его здоровья? Ну, смотрите, я просто сколько помню все эти путинские годы, всегда шли разговоры по поводу его здоровья. Но особенно они усилились, начиная с 2014 года. И тем не менее, вот он у нас мелькает в кадре, устраивает войны, репрессии, ничего не меняется. Просто, мне кажется, это такое характерное отличие любой диктатуры. Все всегда следят за здоровьем диктатора, потому что нет никаких других механизмов от него избавиться. Может быть, просто врачи хорошие? Поэтому эта тема всегда очень популярна, всегда раздувается и всегда притягивается слишком много внимания. Я бы даже сказал, незаслуженно много. Давайте к фактам перейдем. Я уж слухи обсуждать не очень хочу, но было расследование, не здание проекта. И где вот для меня четко приведено доказательство того, что Путин действительно болен онкологией. Там даже есть более точный диагноз. Этот диагноз они выявили путем своего расследования, которое установило, что в те моменты и месяцы, и недели, когда Путин отсутствовал на рабочем месте, его сопровождала определенная группа врачей. Вот эти врачи снимали номера в отелях, есть все платежки и так далее. И по специализации этих врачей, по времени, по таймингу, в общем-то, похоже на то, что действительно они его сопровождали в моменты кризиса. Ну и, допустим, мы знаем, что у Путина онкология. Опять-таки, какой из этого мы делаем вывод? То, что человеку 70 лет, он не очень здоров. Ну, в общем, таких людей много, которые не очень здоровы в 70 лет. Но, тем не менее, с этим диагнозом, может быть, он может долго еще прожить, мы же не знаем. Я лично знаю несколько человек, которому, например, одному в 2010 году поставили диагноз онкологии и сказали, ну, максимум 3 года будет жить еще. Тем не менее, человек жив и здоров, и, слава богу, я надеюсь, еще будет долго жить. То есть, насколько критически его состояние, мы точно не знаем. Очевидно, что по принимаемым решениям Путин живет немножечко в искаженной реальности и принимает решения, опираясь на именно вот эти факты искаженной реальности. Это понятно и очевидно. Но, тем не менее, медицина с каждым годом все лучше и лучше, финансовые возможности не ограничены. А родители Путина, по-моему, прожили что-то в районе 90 лет. Ну и что? Будет он таким полутрупом даже ходить лет через 5-7. И при этом это никак не скажется на возможности лиц от его имени как-то управлять. Это я сейчас фантазирую. Конечно, на самом деле я не верю в такой исход. Я думаю, что он уйдет со сцены по другим причинам. Но надеяться на то, что именно здоровье, да, пошатнувшееся президента станет неким для нас спасением, мне кажется, это слишком наивно. То есть такой более брежневский вариант, да, если, например, его не сметут свои же, то он может вот долго-долго еще быть таким, дорогим Леонидом Мессеевичем. А еще голограмма, а еще двойники, ну все что угодно. Но я сейчас, конечно, утрирую, но хотя почему и нет, собственно говоря, многие могли бы и поверить. У нас же говорят, что ездят двойники от его имени. Ну вот будут двойники, ездят от его имени, голос они могут подправить, специальные программы. Но это уже мы немножечко уходим в какой-то там жанр фантастики. Ну и для большинства россиян ведь, для большей части, Путин это всего лишь лицо в телевизоре. Ну естественно, конечно. Поэтому надо делать ставку все-таки не на здоровье, да, не на естественные причины. А нужно все-таки добиваться и военного поражения этого режима, и раскол элит, и моя любимая тема, которая, я считаю, является просто обязательным условием каких-то политических изменений в России. А дальше уже свержение этого режима, установление, переучреждение России на базе каких-то нормальных общегуманитарных человеческих ценностей. Что скажете по поводу новогоднего обращения Путина? Вот в кругу военных, зачем это все? Готовит мобилизации, дух поднимает. Но, вы знаете, Зеленский все-таки побывал перед Новым годом в Бахмуте среди своих военных, а этот записывается где-то, видимо, в Кремле, вызывает к себе. Как это может поднять дух россиян тех же, как вы считаете? Я думаю, это никак не может поднять дух россиян. Скорее всего, это придумал либо сам Путин, либо тот, кто с ним на одной волне. Здесь даже видно по эстетике этого обращения. Ну то есть мы увидели обращение Зеленского, мы увидели обращение Путина. Еще была фотография с подобным обращением Ким Чен Ын, да, вот то же самое. Люди с военной, мрачные люди, не улыбающиеся в военной форме за спиной диктатора, значит, мрачные настроения и, в общем-то, одни и те же слова, да, что год был тяжелым, будет хуже, весь мир против нас, но мы должны объединиться, несмотря ни на что, да, вот это как бы его ежегодные, там, ежемесячные уже обращения, они друг от друга не сильно отличаются, просто здесь, ну, немножко формат не на фоне елочки, да, на фоне военнослужащих. Но, на мой взгляд, что, на мой взгляд, просто люди уже привыкли к другой эстетике, и вот такой формат просто не заходит. Если бы, мне кажется, это обращение выставили бы в интернете и открыли бы комментарии, то и лайки, там, дизлайки, да, то мы бы увидели превосходящее число дизлайков, да, и каких-то негативных комментариев, я в этом не сомневаюсь. Уже была такая одна история, когда путинское обращение раньше выложили в интернет, и понятно, что оно вышло раньше в Москве, потому что оно вышло по Калининграду, по Владивостоку, вот, и не успел Новый год наступить в Москве, как уже это видео получило, там, в 10 или в 20 раз дизлайков больше, чем лайков. А вот вы говорите об эстетике, да, этого всего, а как вам эстетика кадра, когда вот на задних рядах военным просто обрезали лица пополам? Ну, вот, это вот отношение к людям, отношение ко всем тем, ну, то есть, как к декорациям. Люди – это декорации, да, ну, декорации ты можешь подрезать, ты можешь выставить кадр так, как удобно диктатору. Вот сейчас мы видим, видите, вот был кадр как раз, лица понос буквально обрезаны. А вы посмотрите еще кадр, где они стоят рядом. Там очень мало военнослужащих, которые выше его рост. Это, в общем-то, меня очень хорошо знакомо, потому что когда-то однажды я встречался, ну, когда еще до депутатства, в 2011 году, молодые политики нас пригласили на встречу с президентом Медведевым, и мы с ним рядом стояли. Ну, мой рост – метр девяносто шесть. То есть, я его очень сильно выше, мягко говоря, да. А когда мне прислали фотографию, то разница, ну, есть, но не такая заметна. А потом я долго удивлялся, как же они так сделали. Они просто вырезали Медведева, его просто, знаете, зум увеличили, там, процентов на двадцать пять. То есть, сразу голова была больше, чем моя. Ну, то есть, вот они настолько комплексуют по поводу, там, роста и всего остального, что очень четко отбирают людей в качестве декорации. Они должны быть не сильно выше, а лучше ниже. Но если там лица обрезаны, ничего страшного. Ну, и как только они, как бы, свою вот, свою задачу, как им нарезано, да, говорят, в армии выполнили, то они своих и бросают. Вот, даже после смерти в Макеевке, вот, вооруженные силы Украины ударили по центру мобилизованных минимум четыреста погибших. А Россия признает только шестьдесят. О чем свидетельствует вот такая позиция? Декорации можно менять бесконечно долго. Если к людям отношение, и к людям, и к институтам политическим, к парламентам, к политическим партиям, Кремль относится как к декорациям. Декорации можно заменить, можно поменять, ну и так далее. То есть, для них это никакой проблемой не является. Поэтому, одно дело пиар, да, другое дело реальные, как бы, там, потери, гибель людей, фронт, где Путин даже не появляется. Вы знаете, некоторые пропагандисты сообщили вообще безумную информацию о том, что вроде бы там никто не пострадал, а просто они оставили там мобильные телефоны, как наводку, вот, туда ударила ракета, а потом им всем подарили новые телефоны. Мне кажется, скорее пакеты подарили. Ну, меня это просто не удивляет, да, после сообщений о боевых комарах, которые должны как-то жалить именно исключительно россиян, для того, чтобы спровоцировать какие-то необратимые генетические изменения. Ну, что мы здесь будем удивляться этой пропаганде, да? Ну, вот они выкручиваются как могут. Вот, грустно это, конечно, все, но подобных сообщений просто очень много. Они врут настолько часто, что они даже не выдерживают эту линию вранья, да? Когда ты слишком часто врешь, ты просто уже забываешь, о чем ты врал пять минут назад. Вот, поэтому, мне кажется, люди уже, я просто чувствую, люди привыкли к этому вранью, они не сильно уже обращают внимание, да? Вот, всегда в России было такое. Вот мы и они. Мы — это люди, а они — это вот эта власть, непожители. Ну, как-то главное, чтобы друг друга все не трогали. Вот, раньше все жили так. Поэтому, когда началась мобилизация, вот этот общественный договор-то, он и был разрушен. Почему сейчас настроение меняется? Ну, потому что власть залезла в частную жизнь, да? Власть теперь заставляет сделать выбор между тем, чтобы погибнуть на фронте или сесть в тюрьму на 10 лет. И вот это как раз очень сильно меняет общественное настроение, а не вот это вранье. Ну, врите сколько угодно, либо не трогайте. Вот отдельная тема — это программы, которыми пичкали россиян в новогоднюю ночь. Вот, почетными гостями на федеральных каналах были военные, прибывшие с войны с Украиной, и с поздравлениями выступали пропагандисты. Вот Петросян закончил свое выступление шуткой, ну, шуткой так называется, об отсутствии тепла у украинцев. Я прочитаю, если ты поел-помылся, дома у тебя тепло, значит, русским ты родился, со страной повезло. Как вы думаете, вот такой ассортимент, да, такие шуточки нашли своего зрителя? Кому-то смешно было? Слушайте, я даже вот не смотрел, и слава богу. Я видел другой анекдот в интернете, который распространяли, где Петросян там рассказал про мужчину, который спас ребенка, вытащил из клетки с крокодилом, да, потом сказал, что он русский, и типа вышли из заголовки, что русский отнял корму крокодила, ну, типа ха-ха-ха. Ну, такие второсортные шутки. Ну, на кого они заходят? Ну, на самых отстал, да, на самых глупых. И вот, например, мне даже, видите, не попалось то, что вот меня сейчас спросили, это шутка. Значит, огромное количество людей, которые просто проигнорировали федеральные фирмы. Кто смотрел? Ну, в основном люди, у кого дефицит на развлечения, на энтетейнмент, кому нечего делать, которые сидят и вот фоном включают этот телевизор. Ну, слушайте, Петросян шутил, когда мне было, я даже не помню, лет 7, 5, ну, может быть, 8 лет. Да, мне 43 скоро будет. Ну, как подумаете, на кого эти шутки рассчитаны? Ну, конечно, на людей сильно старше меня, если не в два раза, да, и, в общем-то, и которые, наверное, ну, не очень образованы, мягко говоря. И то я не уверен, что они смеялись, потому что даже все эти шутки, они сильно притянуты за уши, да, в условии, когда цены растут, все равно тревожные ситуации. Шутить на эти темы, ну, как-то, мне кажется, они просто не чувствуют уже. Знаете, если вы помните Петросяна еще с тех времен, возможно, вы тоже вспомните в одной из них, так называемой, там, шутка юмора, да, когда, там, цитата, я помню, с 90-х, начало 90-х годов, кажется, о том, что шел, упал, ударился головой, так что, слава богу, ничего серьезного себе не повредил. Возможно, вы помните, был такой у него скетч, такая шутка юмора. Да, шесть выстрелов в голову, но человек выжил, да, почему пулю в мозг не задело. Ну, вот это вот, наверное, рассчитано на таких. Хотели с вами, да, обсудить еще фото шахедов, сбитых над Украиной 31 декабря, попрошу их показать. Там вот такая была надпись «С Новым годом», да, вон какой-то шарик, подарок, бабаха. Как вы прокомментируете эти фото? Ну, к сожалению, да, война, она вот обнажает все самое ужасное, что есть в людях. И, ну, безусловно, в России есть какое-то число людей, которые там людьми-то и не назвать. Да, вот то, что в Новый год, на канун Нового года вообще кто-то посмел отдать команду, да, стрелять по живым людям, по инфраструктуре. Новогодний праздник, да, ну, какой-то самый-самый святой день, вот он, я не знаю, для большинства россиян всегда был. Новый год. Ну, не только для россиян, для всех. Да, это семейный праздник, с детьми люди встречают. Мало того, что там войну вы ведете, так вы еще даже паузу не делаете хотя бы, чтобы дать людям просто, ну, дух перевести, да, в великий праздник. Нет, ну, просто вот мерзавцы и подонки. Здесь у меня других слов нет. Ну, штурм Грозного 1 января можно вспомнить, правда? Да, да. Ну, вообще этот режим, в общем, славится людоедством. Ну, например, аресты очень часто происходят в день рождения. То есть человек отмечает свой день рождения, юбилей, они ждут специально этой даты. И в разгар праздника, когда гости собираются, они приходят и арестовывают. Вот это как бы их любимая такая история. Или Володю Крамурзу сейчас взяли, лишили возможности общаться с детьми. Ну, казалось бы, почему вы лишаете его возможности иногда звонить детям? Ну, нет, сволочи такие, да? Вот они, ну, самые настоящие людоеды. И вот они так постоянно себя ведут и по отношению к россиянам, и по отношению к Украине, и вообще по отношению друг к другу то же самое. Служба безопасности Украины заявила, что подозревает главу российского Центробанка Эльвиру Набиулину в незаконном введении рублевой зоны на аннексированных территориях Украины, что расценивается как личное соучастие в покушении на территориальную целостность страны. Вот это же так и есть, по сути? Я здесь бы шире просто подходил, да? Россия аннексировала чужие территории, да? То есть это преступление, это военное еще преступление, потому что люди погибают. Поэтому есть Путин, да, человек, который несет персональную ответственность. Есть люди, которые сегодня работают на этот преступный режим. Эльвиру Набиулина, и все остальные, да, кто сегодня обслуживает эту мафию, ну, по сути, являются соучастниками. И даже не имеет значения, какой будет повод конкретно ареста, там, введения рублевой незаконной рублевой зоны на аннексированных территориях или еще что-либо, да? Надо вспомнить, что было с Риббентропом, да, нашим, как говорят, Молотовым Риббентропом. Ну, это тот же Лавров, грубо говоря. И все они являются соучастниками военных преступлений. Вот те, кто не ушел со своих министерских хвостов, кто остался, кто в условиях, когда, ну, просто людей убивают ракетами, да, кто остался и обслуживает этот режим, по сути, помогает спасать экономику, чтобы эта экономика плодила ракеты, а этими ракетами убивали бы украинцев, ну, значит, они являются такими же военными преступниками. Как бы они себе в душе не объясняли свою миссию. Для 85% украинцев недопустимы никакие территориальные уступки России для скорейшего достижения мира. Вот об этом говорят результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии. Как вы эти цифры прокомментируете? 85%. Ну, 85%, мне кажется, даже не самая большая цифра в этих условиях. Собственно, когда вы меня и спрашивали об одном из эфиров, как я оцениваю перспективы каких-то мирных соглашений, я вам сразу сказал, что я не вижу вообще даже повода для какого-либо компромисса. Потому что общество, российское общество, не простит Путину военных поражений. И Путин будет всегда настаивать на каком-то своем варианте. А этот вариант будет всегда неприемлем для Украины, которая не простит уже режиму путинскому и российскому государству эту войну, убийство мирных людей, уничтожение инфраструктуры. И поэтому, даже если бы Зеленский предположил, что, конечно, не будет, заключил бы, допустим, да, я сейчас фантазирую, мирное соглашение с Путиным, где учел бы какие-то условия Путина, я думаю, что завтра просто бы он перестал быть бы президентом. Вот это говорит как раз о силе духа украинского общества и готовности идти до конца. А ваши прогнозы, как будет развиваться ситуация в России, ну там в социальной сфере, в экономике, в политике? Будет ли расти уровень тревожности, например, среди россиян? И к чему это может привести? Конечно, будет расти уровень тревожности. Очевидно, количество людей, которые будут выступать против продолжения войны, или, как они ее называют, специальной военной операции. То есть количество таких людей будет увеличиваться однозначно. Количество сторонников мирных соглашений, ну мира, прекращения войны, будет увеличиваться. У Путина будет масса проблем. И я думаю, что какая-то плавная, а может быть и не плавная, мобилизация может еще уронить его рейтинг. Но только это пока, до военного поражения, не будет являться фактором, внутриполитическим фактором, влияющим на какие-то там решения. Потому что должен произойти раскол элит. Опять-таки, я знаю, что, наверное, надоело уже с этим, но без раскол элит невозможно никакие изменения политические. Раскол произойдет только тогда, когда для элит, скажем так, риск оставить все как есть и попасть, подраздать, под репрессии. Этот риск будет выше, чем риск организовать какой-нибудь дворцовый переворот. А это произойдет тогда, когда на фоне военного поражения у Путина будет снижаться уровень поддержки внутри страны. Он будет вынужден закручивать ганки, он будет вынужден уничтожать даже сильных людей внутри системы, претендующих, или которые могли бы теоретически претендовать на то, чтобы возглавить Россию после Путина. Вот он будет от них избавляться. И в какой-то момент элиты должны почувствовать и сами избавиться от Путина. В общем-то, так обычно дворцовые перевороты происходят. Знаете, если говорить не об элитах, а говорить о народе. Вот я недавно читал одного из аналитиков российских, и он пишет, что Россия превращается в страну одиноких женщин. О том, что вот миллионы мужчин, кто уехал за границу, кого отправили на утилизацию, скажем так, в Украину на войну. И вот возможно ли вот эти женские бунты, может быть, вот эта женская половина, вот она как-то почувствует эту проблему, которая над ними нависла. Во-первых, это будет и огромная демографическая яма у них достаточно скоро. Но и вот это одиночество женское, когда женщин намного больше, чем мужчин, а мужчины едут умирать постоянно. Вот это влияет как-то? Вот это и есть тревожность среди россиянок, может быть? Это явное преувеличение. Ну, сами почитайте, 140 миллионов россиян. Ну, допустим, 2 миллиона даже если уехал. 2 миллиона, да, и в основном уезжали семьи. 300 тысяч ушли на фронт. Ну и какой это процент? Мизерный процент, который погода особо не делает. Вот. Но здесь я бы хотел уточнить, что в диктатурах и авторитарных режимах общество само по себе, граждане, ни на что не влияет. Когда они становятся фактором влияния? Во время раскола элит. И тогда какая-то часть элит... Ну, давайте элиты я, чтобы вы не думали, что я их там хорошим словом называю, это просто политтехнологический термин. Значит, вот какая-то часть элит, понимая, что дальнейшее движение абсолютно бессмысленное и опасно для них, да, и та часть элит, которая не хочет войны, которая хотела бы это все остановить, которая хотела бы восстановить отношения с западными странами, переходит, грубо говоря, на другую сторону и использует вот эти общественные настроения, поддерживая их для того, чтобы вместе изменить баланс сил. Это может произойти, но это должно идти параллельно, да, отдельно не может быть раскола элит успешного, да, и не может быть отдельно народных выступлений без раскола элит успешных, потому что они тогда элементарно разгоняются. Если Путин может вести войну на протяжении года, да, против украинской армии, хорошо подготовленной, которые поддерживают западным, запад поддерживает оружием, финансами и так далее, а внутри 400 тысяч сотрудников Росгвардии подавят любой бунт. Чтобы этот бунт трансформировался в какое-то действие, в какой-то результат, это действие должно происходить на фоне раскола элиты. Вот и все. А этот раскол может случиться только вследствие военного поражения. Поэтому сейчас так выжидательная какая-то позиция. Ну, знаете, один из тоже российских юмористов, я помню, еще в 90-х, говорил, что такое революционная ситуация. Когда-то уже приводил эту фразу, вспомнил. Это когда верхи уже не могут есть по-старому, а низам уже нечего есть по-новому. Ну, низам есть, кто есть, на самом деле. То есть сейчас надо понимать. Вот первые санкции, они ударили в основном по среднему классу, в большей степени. Под людям, которые привыкли смотреть Netflix, ходить в Икею, путешествовать по миру, ну и так далее. Ну, по этим людям ударили санкции. А большинство россиян питались с огорода, жили-то не очень богато. Для них практически ничего не изменилось. Более того, бюджетникам Путин продолжает платить деньги. Вот чтобы по ним ударили санкции, должно время пройти. И причем какое-то продолжительное время, потому что денег много, нефти много. Смотрите на экономические показатели. Продажи нефти выросли, цены на нефть вообще сделали всю погоду. Они до сих пор выше, чем то, что заложено в бюджете. Да, безусловно, на войну тратится очень много денег, но ракеты, танки, самолеты – это то, что производилось на протяжении десятилетий до. То есть это не из текущего бюджета идет. Это старые запасы. Поэтому в этом смысле экономически Путин может еще на протяжении даже лет, нескольких лет вести войну. Так что... То есть короткий вопрос, вот с коротким ответом, если можно. А какая вот одна самая глобальная санкция нужна для того, чтобы система обрушилась? Слушайте, надо вывести деньги из экономики. И нужно просто открыть все, что можно, чтобы люди выводили деньги. Ну, например, продал человеку квартиру, а деньги не может вывезти. Любой доллар, который остался в России – это доллар, который Путин будет тратить на войну. Любой доллар, который человек, неважно кто, хоть с буквы Z вывел из страны, этот доллар больше не будет работать на войну. Поэтому нужно сделать все, чтобы была утечка мозгов. Чтобы как можно больше людей уехало из страны спокойно, свободно. И тогда некому будет эти просто ракеты производить. И как можно больше денег, чтобы из страны ушло. И тогда у экономики не будет ресурсов для того, чтобы перевести все на военный рельс. Ну, это вот самое как бы простое. Но, к сожалению, все сделано было наоборот. Дмитрий, спасибо вам за этот интересный разговор. Будем внимательно следить за ситуацией, за тем, как и что происходит в России. Ну, и ждем новых побед в ВСУ. Конечно, это, наверное, самый лучший, лучше всех санкций, лучше всего показывает, как должны развиваться события. Победка улицы однозначно и очевидны. Это, помимо прочего. Спасибо вам большое. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, был в нашем эфире. Спасибо.